Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события. В студии Светланы Кудрявцева я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. Цифровые права, полисы ОМС и карты болельщика. Президент распорядился разработать указ, регламентирующий использование цифрового паспорта внутри страны. Обсудили программу поддержки инициатив населения. Глава города Елена Лапушкина провела очередное заседание Совета муниципальных образований Самарской области. Без опасности и правопорядок в региональном управлении Федеральной службы исполнения наказания состоялось расширенное заседание коллегии УФСИН России по Самарской области, где подвели итоги работы за прошлый год. Теперь не только на стриминговых сервисах, но и на больших экранах. В Самаре в прокат вышел фильм, продюсером которого выступил заслуженный артист России Самарской области Сергей Войтенко. Юные таланты с оригинальным взглядом в Самарском областном художественном музее прошла встреча с победителями конкурса творческих работ. Президент России поддержал предложение разработать указ, регламентирующий использование цифрового паспорта внутри страны. Во время совещания президента с правительством глава Минцифры Максут Шадаев рассказал о развитии сервисов, благодаря которым граждане могут получить цифровые права, полисы ОМС и карты болельщика. Ведомство также разрабатывает технологию, позволяющую в некоторых случаях использовать QR-код на смартфоне вместо паспорта. Министр попросил главу государства дать поручение разработать указ, который регламентирует и легализует эту возможность до 1 мая. Нужно ускорить их внедрение, заявил президент, так как создание таких сервисов востребовано в России. Обсудили программу поддержки инициатив населения. Глава города Елена Лапушкина провела первое в этом году заседание Совета муниципальных образований Самарской области. Ассоциация сопровождает реализацию губернаторского проекта «Содействие». За 6 лет на конкурс поступило более 1800 заявок, из них свыше 900 были реализованы. Сколько проектов представлено к исполнению в 2023 году и по каким программам начнется их реализация, расскажем в сюжете. Обсуждение важных для города области вопросов начинается с реализации программ по поддержке инициатив населения. Ассоциация муниципальных образований во главе с председателем главой города Еленой Лапушкиной сопровождает реализацию губернаторского проекта «Содействие». В 2021 году по рейтингу научно-исследовательского финансового института Самарская область заняла третье место в России по количеству реализации проектов и инициативного бюджетирования. Это когда граждане вовлекаются в процесс и сами управляют бюджетом территории. В фокусе местная инфраструктура, благоустройство территории, ремонт дорог, организация освещения, водоснабжения, спортивные площадки и многое другое. Лидерами по количеству заявленных общественных инициатив за все время реализации губернаторского проекта стали Ставропольский, Похвестневский, Безенчугский районы и городской округ Тольятти. Лидерами по количеству реализованных общественных инициатив за время реализации проекта являются муниципальный район Шанталинский 59 проектов, Тольятти 58 проектов, Похвестневский район 53 проекта и муниципальный район Исаклинский 50 проектов. За шесть лет на конкурс поступило более 1850 заявок. Из них свыше 962 были реализованы. 1 ноября прошлого года завершился прием заявок для участия в осеннем конкурсном отборе общественных проектов на 2023 год. На рассмотрение в комиссию поступило 200 инициатив, из них лучшими признаны 94. До конца февраля идет прием заявок на весенний конкурс общественных проектов. Имейте это в виду и готовьте правильно свои заявки. На это будет обращаться внимание. Мне очень хочется, чтобы каждый муниципалитет получил возможность развития в рамках этого проекта, благоустраивал свою территорию. И для того, чтобы вы были победителями, конечно, надо грамотно готовить свои проекты. Стоит отметить, что теперь учитывается не только преемственность развития территорий, но и их комплексное развитие. Повысить рейтинг заявки поможет участие в проекте «Формирование комфортной городской среды» и государственной программе «Комплексное развитие сельских территорий». При подготовке конкурсной документации для участия в губернаторском проекте содействия необходимо ориентироваться на наиболее значимые потребности жителей. Ольга Павлова, Константин Головин. События. Лабинская – другой в обратном направлении к станции «Театральная». Специалисты занимаются вопросом переустройства трамвайной линии. На прошлой неделе к участку в историческом центре города доставили шпалы. Параллельно подрядчик ввел подготовку рельсов, которая требовалась изогнуть подножный радиус для укладки на повороте с улицы Красноармейской на улицу Галактионовскую. Сроки производства работ, возможности организации транспортного сообщения и другие вопросы обсуждались на совещании с участием заказчика метростроя, подрядчика и городских профильных служб. Все работы, связанные со строительством метро, находятся на постоянном контроле. По расчетам экспертов, после завершения строительства первой ветки самарского метро, пассажиропоток в подземке увеличится минимум на 15%. При необходимости МП «Самарский метрополитен» сможет обеспечить сокращение интервала движения поездов до 7-8 минут. В этом году капитальный ремонт подвижного состава продолжится, чтобы он был обновлен к концу 2024 года. Уже более половины парка привели в порядок. А самое главное преимущество после ввода в эксплуатацию новой станции – добраться из отдаленных районов до исторического центра города можно будет за считанные минуты. Я считаю, что развитие инфраструктуры, оно всегда автоматом приводит к тому, что развивается эта территория. Если мы говорим о территории города Самары, города Куйбышева, в котором уже была заложена идея того, что у нас будет метрополитен, это город-миллионник, то в принципе развитие этой сети, оно приводит, во-первых, автоматом приводит к тому, что у нас повышается количество пассажироперевозок. Это выравнивает социальные возможности тех людей, которые проживают в историческом центре, с теми людьми, которые проживают, например, на безымянке. И третье, мне кажется, что если мы с вами выравниваем возможности транспортные по скорости доставки людей к месту работы, то это повышает и в принципе и конкурентоспособность на рынке труда. И самое главное, это повышает престиж вот тех предприятий, которые сегодня, как воздух, нуждаются в специалистах и в инженерных кадрах, и в трудовых ресурсах. Поэтому мне кажется, что то, что происходит на территории Самарской области, на территории его столичного города, это, конечно, показатель того, что наш регион правильно вошел в 21 век, и он развивается по нужному пути. То есть это повышение комфорта для жителей Самары и, конечно, для развития региона и его экономики. Комитет по строительству Самарской губернской думы поддержал решение о выделении жилья участникам спецоперации. Эта идея была отражена в федеральном законопроекте о содействии развитию жилищного строительства. Согласно законопроекту, земельный участок, который находится в государственной или муниципальной собственности, может быть предоставлен в безвозмездное пользование жилищно-строительному кооперативу. ЖСК, в свою очередь, должен быть создан для обеспечения жильем участников спецоперации. Депутаты одобрили проект и рекомендовали его поддержать, сообщили в пресс-службе Самарской губернской думы. Соблюдение безопасности и правопорядка. На эти цели направлены основные усилия УФСИН России по Самарской области. Итоги работы ведомства за прошлый год обсудили на расширенном заседании коллегии регионального управления Федеральной службы исполнения наказания. В работе приняли участие начальники структурных подразделений, руководители уголовно-исполнительной системы, а также представители регионального правительства, общественного совета, при УФСИН, прокурор, начальник Минюста, уполномоченный по правам человека. Подробности далее. Более 16 тысяч человек содержатся в подразделениях уголовно-исполнительной системы Самарской области, в том числе 2,5 тысячи подозреваемых и обвиняемых, почти 6 тысяч осужденных и более 8 тысяч осужденных без изоляции от общества. Данные озвучил временно исполняющий обязанности начальника УФСИН России по Самарской области Евгений Заярко на расширенном заседании коллегии регионального управления Федеральной службы исполнения наказания. В прошлом году основные усилия ведомство направляло на соблюдение безопасности и правопорядка. В прошедшем году в оперативной обстановке в учреждениях оставалось управляемое, не допущено групповых неповиновений, массовых беспорядков, захвата заложников. Главная задача, стоящая перед подразделениями охраны, выполнить побегов осужденных из-под охраны и при коровировании не допущено. Количество раскрытых преступлений в 2022 году по сравнению с предыдущим годом увеличилось на 22%. На 40% выросло количество раскрытых тяжких преступлений. Пресекли 15 попыток доставки в исправительные учреждения наркотиков. Из незаконного оборота изъяли более килограмма наркотических средств. Были найдены свыше 200 человек, которые находились в федеральном розыске. Возбуждено уголовное дело по факту вербовки осужденных к участию в террористической деятельности. Продолжается борьба с поступлением в исправительные учреждения средств сотовой связи. За попытку передачи осужденных запрещенных предметов задержано 93 гражданина. Из них 11 человек привлечены к уголовной ответственности, 49 человек – к административной. Общая сумма штрафов составила 169 тысяч рублей. Часть материалов находится в судах на рассмотрении. Более 2000 заключенных в прошлом году получили рабочие профессии по 32 специальностям. 1264 человека обучаются в школах, 8 осужденных дистанционно получают высшее образование. 756 осужденных получают пенсии и социальные пособия, в том числе 580 по инвалидности. Для решения вопросов трудоустройства в исправительных учреждениях функционируют 12 центров трудовой адаптации осужденных. Основные отрасли – производство строительных материалов, изготовление швейных изделий, производство мебели, металлоконструкций, выращивание и переработка сельскохозяйственной продукции, изготовление моющих средств, выработка и передача теплоэнергоресурсов. В этом году стоит задача продолжить дальнейшее развитие промышленного сектора, создание дополнительных рабочих мест, освоение новых видов продукции, востребованной на внутрисистемном и региональном рынке. Светлана Кудрявцева, Николай Сидоров. События. Оформить паспорт или встать на регистрационный учет теперь стало проще. В Самаре после капитального ремонта открылось здание, где будут работать подразделения по вопросам миграции сразу двух районов – Ленинского и Железнодорожного. Проведенные работы оценили начальник управления по вопросам миграции ГУМВД России по Самарской области Денис Сафаров, председатель общественного совета при управлении МВД России по Самаре Александр Капункин и начальник управления МВД России по Самаре Дмитрий Урюпин. Подробности расскажем в сюжете. Светлые и просторные кабинеты, комфортные места ожидания, информационные стенды с образцами заполнения заявлений. Все это появилось в отделах по вопросам миграции после капитального ремонта. Качество проведенных работ оценили начальник управления по вопросам миграции ГУМВД России по Самарской области Денис Сафаров, председатель общественного совета при управлении МВД России по городу Самаре Александр Капункин и начальник управления МВД России по городу Самаре Дмитрий Урюпин. Сегодня в торжественной обстановке мы открыли два помещения для двух отделов по работе с миграцией, в котором будут оказываться государственные услуги, современное помещение, оборудованное современной техникой. Поэтому я думаю, что гостям будет здесь удобно, комфортно. По словам проверяющих, переменам рады не только посетители, но и сотрудники, ведь работать в комфортных условиях приятно и легко. Мы в тестовом режиме успели поработать. Вижу только положительные эмоции со стороны сотрудников. Улыбаются, довольны. В первую очередь наша задача, чтобы было доступно, комфортно. Оказание госуслуг сейчас в приоритете, как вы знаете. Поэтому я уверен, что мы не подведем. Подразделения по вопросам миграции оказывают несколько видов госуслуг. Самые популярные – оформление и выдача паспорта гражданина Российской Федерации и постановка на регистрационный учет. Ведомство находится по адресу улица Никитинская, 73А. Получить необходимую помощь можно с понедельника по пятницу с 9 утра до 17 часов вечера. Виктория Шарая, Ксения Баканова, Константин Головин. События. В Тольятти полицейские задержали подозреваемых в причастности к телефонным мошенничествам. В течение недели в полицию Автограда обращались местные жители, которые давали похожие показания. Потерпевшим звонили злоумышленники и под видом сотрудников правоохранительных органов сообщали, что близкий человек стал виновником ДТП, в котором сильно пострадал другой человек, и просили перевести деньги якобы для решения вопроса. Сотрудники уголовного розыска установили личности и задержали двоих ранее несудимых студентов колледжа, подозреваемых в причастности к преступной схеме. Как пояснили задержанные, они выполняли функции курьеров, получали деньги от потерпевших и переводили их на различные банковские счета. Сотрудники уголовного розыска устанавливают их причастность к более чем 11 эпизодам мошенничеств. Ущерб, причиненный тольяттинским пенсионерам, составил свыше 2 миллионов рублей. Главное управление ВДР по Самарской области в очередной раз обращается к жителям губерния. Не поддавайтесь на уловки мошенников. Если вам позвонили с неизвестного номера и попросили деньги, или спросили номер банковского счета, просто положите трубку. Если вам сказали, что ваш родственник попал в беду, просто положите трубку и позвоните к родственнику. Будьте бдительны. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП. В Ставропольском районе авария произошла на 41-м километре автодороги Тольятти-Димитровград. Столкнулись два легковых автомобиля. Как сообщают в прислужбе ГОМВД России по Самарской области, в аварии погибли два человека. Еще четверо оказались в больнице. На месте дорожно-транспортного происшествия поим пассажир женщины в автомобиле «Польсваген» и пассажир женщины в автомобиле «Рено». В настоящее время на месте дорожно-транспортного происшествия работают сотрудники полиции. Выясняются все обстоятельства произошедших. А теперь коротко о других событиях этого дня. В Самарской области сняли ограничение движения на одной из федеральных дорог. Речь идет о трассе М-5 «Урал». Проезд ограничивали из-за ДТП. Рано утром в районе 902-го километра М-5 «Урал» столкнулись два большегруза. После чего один из грузовиков загорелся. Именно из-за этого движение на дороге было временно ограничено. С 7 утра на трассе было организовано реверсивное движение. С 9.40 проезд на участке ДТП открыт в полном объеме. Последствия аварии устранены. Три человека пострадали в результате столкновения автобуса и двух микроавтобусов в Тольятти. По данным полиции, авария произошла утром в четверг на Южном шоссе в автозаводском районе города. По предварительной информации, водитель автобуса не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с микроавтобусом «Ситроэн», ехавшим в попутном направлении. Последний от полученного удара продолжил движение и наехал настоящий впереди микроавтобус «Газ». В результате происшествия пострадали три взрослых пассажира «Ситроэна», сказал представитель ведомства. Водителю автобуса выписали штраф. В Отрадном 34-летний водитель Киа Рио сбила 10-летнюю девочку в районе дома номер 20 по улице Отрадной, сообщает ГУМВД по Самарской области. Ребенок перебегал проезжую часть в неустановленном месте, в зоне видимости пешеходного перехода. С места ДТП девочка госпитализирована в больницу. Обстоятельства аварии устанавливаются. В Самаре на Молдогвардейске открыли новый исправительный центр. Он рассчитан на 100 осужденных, которых приговорили к принудительным работам. Возглавляет участок, работающий в режиме исправительного центра, майор внутренней службы Валентин Шереметьев. Находящиеся здесь осужденные будут трудиться разнорабочими в сфере строительства. Создание сети исправительных центров – один из приоритетов деятельности Федеральной службы исполнения наказаний. Работа в этом направлении продолжится. С 1 сентября 2023 года в 413 общеобразовательных организациях Самарской области появится ставка советника-директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями. В остальных школах ставки советников будут введены с 1 января следующего года. Об этом стало известно на заседании Комитета по образованию и науке Самарской губернской думы. Финансирование ставки советника-директора будет осуществляться на 50% из федерального центра и на 50% из региональной казны. На советников по воспитанию будет возложена вся организация досуга школьников, в том числе в рамках патриотического воспитания. С марта начнется конкурсный отбор на эту должность. Юные таланты с оригинальным взглядом. В Самарском областном художественном музее прошла встреча с победителями конкурса творческих работ, который организовала городская общественная палата. Под руководством опытных педагогов ребята нарисовали пейзажи и натюрморты. На занятия побывала наша съемочная группа. Почувствовать себя настоящими художниками. Такая возможность появилась у воспитанников комплексного центра социального обслуживания «Ровесник». На базе Самарского областного художественного музея опытные наставники провели для ребят мастер-класс по живописи. Он прошел при поддержке городской общественной палаты. Это урок, это образование, это правильно, и специалисты им подсказывают, как и что делать. То есть эти ребята уже настроены на то, чтобы быть кем-то, владея художественными способностями, дальше развиваться. В выставочном зале лекторий кипит работа. Образец для срисовки – черно-белые полотна современного художника Константина Батынкова. Педагог Любовь Егорова пошагово объясняет ход своих действий и помогает ребятам, если возникают сложности. Перед тем, как приступить к написанию пейзажа, художник продумывает все до мелочей и обязательно делает набросок карандашом. Только после этого переходит к чистовой работе краской. И нам теперь нужно с вами насытить все происходящее мелкими деталями. Намечаем человечков на мосту, людей, которые там идут, какие-то мелкие детали, столбы там, посмотрите. Задача юных художников – попытаться повторить работы автора на бумаге. Конечно, мы попробовали в меру своих сил, но тем не менее мы изучили технику, нахромного письма и создали свои пейзажи. Они сказали, что было интересно, значит, мастер-класс удался. А вот в зале коллекционер – буйство красок. Ребята пишут натюрморт с натуры. Задача нелегкая, рассказывает художник Анна Сливкова. Чтобы работать в такой технике, важно научиться смешивать краски, ведь полотно с красивой игрой оттенков притягивает взгляды. Клади сюда. Так. Капельку кончиком прям, бери синий. Сюда. Мешай, мешай, мешай. Здесь дети пришли, а нам надо написать. И нам надо за час сделать картину. Это сложно. Но они справились. Они написали и живописно, и композицию сделали. И вообще то, что это работает с натурой, мне кажется, это очень полезно и важно. По словам организаторов, творческая встреча нашла яркий отклик в сердцах подрастающего поколения. Ведь научиться рисовать может каждый. Главное – желание. Остальное – дело техники. Я сейчас видела глаза ребят, и мне кажется, что в них какая-то невероятная глубина и счастье от пережитого момента. Я очень надеюсь, что это совершенно не последняя встреча такая и с художественным музеем, и с нашими педагогами. И мы снова будем ждать гостей к нам в наш дом. Завершилась творческая встреча экскурсии. Ребята оценили экспозицию «Русское искусство». Михаил Ермоленко, Ксения Баканова, Игорь Казановский. События. Теперь не только на стриминговых сервисах, но и на больших экранах. В Самаре в прокат вышел фильм «Дорога к дому». Продюсером картины и автором музыки выступил заслуженный артист России и Самарской области Сергей Войтенко. Создатели отметили, несмотря на религиозную составляющую фильма, его будет интересно посмотреть и массовой аудитории. Главную роль священника в киноленте сыграл известный актер Егор Бероев. На творческой встрече с артистами побывал Михаил Ермоленко и поделился впечатлениями. Живописная природа Крыма, но в воздухе витает тревога. Так встречает зрителя новая кинолента братьев Петра и Ивана Шерстниковых и продюсера Сергея Войтенко. Фильм «Дорога к дому» — это не блокбастер, а пища для размышления. В картине поднимаются вопросы духовных и семейных ценностей, добрых взаимоотношений, заботы о близких. «Дорога к дому» уже покорила отечественные стриминговые сервисы и продолжает свой путь на больших экранах. Премьера фильма прошла в Самаре. Я с удовольствием спродюсировал этот проект. Это мой первый опыт как продюсера. Именно снять киноленту для меня было всегда мечтой. И наконец-то это сбылась мечта. И плюс я сочинил музыку к этому фильму. Главного героя фильма, батюшку из провинциального города, играет Егор Бероев. Священнослужитель всегда готов прийти на помощь местным жителям. Он с ними и в радости, и в скорбный час. Батюшка узнает о непростой судьбе одной из прихожанок и пытается самостоятельно расследовать запутанное дело. С этого момента в картине в жанре драмы появляются элементы детектива. Кем была эта девушка и почему обратилась именно к отцу Александру? Зрителей ждет грандиозная развязка. Оценка картины в 9,5 баллов говорит сама за себя. Пусть такой фильм, который может так отгреметь в интернет, в пространствах, в которых в основном люди смотрят такие более подвижные, более экшен такие вещи. Это большой успех, мне кажется, в наше время быть там полтора месяца в хитах рядом с голливудскими фильмами. Я думаю, что народу это нужно. Это наше преимущество сейчас нашего общества, что мы нуждаемся в такого рода истории. Удастся ли священнику распутать клубок событий и чем закончится расследование окутанного мистикой дела, можно узнать в кинотеатрах и на стриминговых платформах. Прокат фильма «Дорога к дому» официально стартовал в Самаре. Андрей Горгуленко, Михаил Ермоленко, Николай Епифанов. События. Далее эфир продолжит обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Пройдет семинар для предпринимателей на тему услуги Центра поддержки экспорта Самарской области. Его проведет Департамент экономического развития, инвестиций и торговли. В программе консультирование по вопросам экспортной деятельности, содействие в продвижении инвестиционного предложения. Организация конференций, семинаров, круглых столов и иных публичных мероприятий по тематике экспортной деятельности для малого и среднего бизнеса. Принять участие в семинаре могут все желающие. Запись по телефону, указанному на экране. Департамент опеки, попечительства и соцподдержки поздравляет с днем рождения участника Великой Отечественной войны Александра Ивановича Здановича. Ему исполнилось 96 лет. В 1944 году Александр Зданович окончил летное училище и был направлен на фронт. Воевал в авиационном полку летчиком-штурманом на бомбардировщике. За проявленное мужество награжден медалью за победу над Германией. Телеканал «Самары Гиз» присоединяется к поздравлениям. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова